Канал Метер с Кепкой ТВ представляет Много-много лет назад жил да был мельник, бедный-прибедный, а дочь у него была красавица. Случилось как-то однажды, что пришлось ему говорить с королем, и вот он, чтобы придать себе больше важности, сказал ему Есть у меня дочка, такая искусница, что вот и солому тебе в золото перепрязь сумеет, король сказал мельнику. Это отличное умение. Если твоя дочь точно уж такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок, я ее испытаю. Чудесный сегодня денек. И прям чудесно, отец. А что это ты делаешь, доченька? Кое-что красивое, но оно пока еще не готово. Я сшила отцу новую рубаху. Хочу ему подарить. Но надо сделать на ней красивую вышивку. Поможешь мне? Нам нужно собрать красивый узор. Отец, померь рубаху, которую я сшила. Должна быть в пору. Какая ты у меня умница, дочь. И правда, рубаха точно для меня. Спасибо тебе большое. Здравствуйте, Ваше Величество. Здравствуйте. Что за красота на твоем отце, девушка? Она сшила мне рубаху, да еще и вышивкой украсила. Да, мастерица у тебя, дочь. Еще какая? Да что там? Она ведь и салопом золото перепрязь сумеет. Да ты что? Ну-ка, мельник, пришли дочь завтра во дворец, испытаем ее. Когда мельник привел свою дочь, король отвел ее в коморку битком набитую соломой и сказал Садись-ка за работу. Если ты в течение этой ночи не перепридешь всю солому в золото, то велю тебя казнить. Затем он своими руками запер коморку, и она осталась там одна. Так и сидела мельникова дочь и придумать не могла, как ей спастись от смерти. Она бросилась на пол и залилась слезами. Вдруг дверь приотворилась, и в коморку вошел маленький человечек. Он сказал Добрый вечер, мельникова дочка. О чем ты так плачешь? Ах! Отвечала ему девушка. Всю эту солому я должна перепрясть золотые нити, а я этого не умею. Человечек сказал А что ты мне дашь, если я тебе все это перепряду? Возьми мою цепочку с кулоном, отвечала девушка. Тот взял кулон, присел за самопрялку, три раза обернул, и шпулька намотана золотом. Он вставил другую опять, три раза обернул, и вторая готова. Так продолжалась работа до самого утра, покуда вся солома не была перепрядена, а все шпульки не намотаны золотом. После восхода солнца в коморку пожаловал король. Когда он увидел золото, то очень удивился и обрадовался, однако сердце его пуще прежнего жаждало богатства. Он велел перевести мельникову дочку в другую комнату, значительно больше предыдущей, тоже наполненную соломой, и приказал ей и эту солому перепрясть в одну ночь. «Если тебе удастся это сделать, я возьму тебя в жены». А сам подумал. «Хоть она и дочь простого мельника, а все же я и в целом свете не найду себе жены, богаче ее». Как только девушка осталась одна, к ней в третий раз явился человечек и сказал. «Что мне дашь, если я тебе и в этот раз перепряду всю солому?» «У меня нет ничего, чтобы я могла тебе дать», отвечала девушка. «Так обещай же, когда будешь королевой, отдать мне первого твоего ребенка». «Кто знает, как оно будет», — подумала мельникова дочка и пообещала человечку, что она исполнит его желание. А человечек за это перепрял ей всю солому в золото. «Король дал мне непосильную задачу. Что же мне теперь делать?» «Почему ты плачешь, милая девушка?» «Его Величество приказал перепрясть всю солому в золото, но ведь это невозможно!» «А если не справлюсь, он велик казнить меня?» «Нет, ничего невозможного. Давай-ка посмотрим, сколько соломы нужно превратить в золото». «Солома лежит в коморках за этими дверьми. Начнем с самой маленькой коморки». «Ух ты! Тут соломы на пятьсот золотых хватит. Что ты мне дашь, если я все переприду?» «Давай посмотрим, что у меня есть». «А вот это я возьму. Такого кулона у меня нет». «Ого! А из этой соломы выйдет уже не меньше тысячи золотых. Что мне достанется, если я все переприду?» «Что у нас еще есть?» «О! Это колечко как раз подойдет мне по размеру. Здесь больше всего соломы хватит на три тысячи золотых. Что ты предложишь взамен моей работы?» «У меня остались только туфельки, гребень и наперсток. Возьми все, что захочешь». «Ничего из этого мне не нужно. Лучше обещай, что когда станешь королевой, отдашь мне своего первого ребенка». «Хорошо. Но сделай так, чтобы король не казнил меня». «Сейчас я покажу вам, как надо работать за прялкой, а вы успевайте собирать монеты». «Ну вот и все. Ни соломинки не осталось». «Спасибо, что помогли. Теперь король оставит меня в живых». «Когда на другое утро король пришел и все нашел в том виде, как он желал, то он с ней обвенчался. Так красавица Мельникова дочь стала королевой. Год спустя королева родила очень красивого ребенка и совсем позабыла думать о человечке, помогавшем ей в беде. Она растила прекрасную девочку и вся была в заботах о ней, о дворце, о королевстве. Но вот когда девочке исполнилось три года и она впервые произнесла слово «мама», на пороге снова появился уже забытый гость. Маленький человечек, умевший превращать солому в золото. Он вошел незаметно в комнату и сказал. «Ну что ж, Мельникова дочь, ты теперь королева и живешь припеваючи, но ты должна отдать мне обещанное, помнишь?» Королева с горечью вспомнила о злосчастном уговоре. Она перепугалась и стала предлагать человечку все сокровища королевства, если только он оставит ей ребенка. Но человечек был непреклонен и отвечал. «Нет, мне живое существо милее всех сокровищ в мире». Королева стала горько плакать и жаловаться на свою участь. Она говорила, что попала в королевстве не по своей воле. А сейчас у нее еще и отнимают самое дорогое, что появилось в ее жизни. Тогда человечек сжалился над нею. «Я тебе даю три дня сроку», — сказал он. «Если тебе за это время удастся узнать мое имя, то ребенок останется при тебе». Посмотри, доченька, как вокруг много интересного. Смотри, какие красивые птицы. Давай найдем зеленую птичку. Правильно! У этой птички зеленый цвет. А теперь давай изучим, какие бывают фигуры. Найди здесь круглый кустик. Правильно! Это круглый куст. Форму круга имеют колесо или луна. А видишь вон те деревья? Давай выберем самое большое из них. Верно! Это дерево самое большое. Мам, помоги мне нарядить мою куклу. Надо отеть куклу подобающе. Это то, что нужно. Спасибо! Здравствуйте, Ваше Величество! Вы прекрасно выглядите. Помните ли вы об обещании отдать мне своего ребенка, когда станете королевой? О нет! Заберите все, но только не мою дочь. Возьмите карету. Она полностью сделана из золота. Нет, я перемещаюсь по воздуху без транспорта. Забирайте весь наш дворец. Здесь много места, вам не придется ютиться. Нет, мне хватает жилья поменьше. Мне нужна ваша дочь. Возьмите сундук с драгоценностями. Здесь только сокровищ, вам на всю жизнь хватит. Нет, я человек скромный, мне многого не надо. Ну пожалуйста, я не смогу жить без нее. Это все, что у меня есть дорогого. Хорошо, давайте так. Я оставлю вам вашу дочь, если вы угадаете, как меня зовут. И не позднее, чем за три дня. Вот и стала королева в течение ночи припоминать все имена, какие ей когда-либо приходилось слышать. И сверх того послала гонца от себя по всей стране и поручила ему повсюду справляться. Какие еще есть имена? Когда к ней на другой день пришел человечек, она начала перечислять все известные ей имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и перечислила по порядку все, какие знала. Но после каждого имени человечек говорил ей... Нет, меня не так зовут. На второй день королева приказала разузнать по соседству, какие еще у людей имена бывают, и стала человечку называть самые необычайные и диковинные имена, говоря... Может быть, тебя зовут Риннебист, или Гаммельсваде, или Шнюрбейн? Но он на все это отвечал. Нет, меня не так зовут. На третий день вернулся гонец и рассказал королеве следующее. Я не смог отыскать ни одного нового имени, но когда я из леса вышел на вершину высокой горы, куда разве только лисица да заяц заглядывают, то там я увидел маленькую хижину. Перед ней разведен был огонек, а около него скакал присмешной человечек, приплясывая на одной ножке и припевая. Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу. Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют. Можете себе представить, как была рада королева, когда услышала это имя, и как только вскоре после этого человечек вошел к ней с вопросом... Ну, государыня королева, как же зовут меня? Королева спросила сначала. Может быть, тебя зовут Кунц? Нет. Или Гейнц? Нет. Так может, Румпельштильцхен? Как только человечек услышал это имя, он аж позеленел от злости и с такой силой затопал, что пол не выдержал, и Румпельштильцхен провалился. Завалился, только его и видели. С тех пор король, королева и их дочка жили-поживали, да добра наживали. Ваше Величество, вы так и не отгадали, как меня зовут. У вас еще есть варианты? Или я могу забрать вашу дочь? Подождите, я еще попробую. Надо угадать имя злодея во что бы то ни стало. Может, ваше имя госпожа Метелица? Нет. Меня зовут по-другому. Вас зовут Кот в сапогах? Нет, это не мое имя. Может, вас зовут Румпельштильцхен? Что? Как? Да как вы? Злой Румпельштильцхен не хочет покидать дворец. Надо ему помочь. Игорь Метелица? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok